Одной из серьезных проблем сельхозтоваропроизводителей стал сорняк под названием Борщевик Сосновского. За короткое время он завоевал большие территории. Борьба с ним – одна из задач специалистов. Естественных врагов у него нет. Не страшны ему ни перепады температур, ни засуха. При благоприятных условиях на первый год он сформирует розетку листьев, а на второй его стебель может достигнуть трех и более метров. Это бывшие культурные растения, опасные и живучие. После контакта с борщевиком на коже могут появиться сильнейшие ожоги. В этом году он распространился на 300 гектарах, а это на 100 больше, чем в прошлом. И если проблему оставить без внимания, то в ближайшие годы 10-15% земель будут засорены этим вредоносным растением. Проводится постоянный мониторинг полей и земель сельских поселений, и также других земель. Постоянно ведется наблюдение. Распространение большое получило таких районов, как Батарский район, Яльщики, Порецкий район, Ядренский районы и другие районы. У нас в республике такой системной борьбы не ведется с борщевиком. Ведется локально, только силами сельских поселений, сельхозпредприятий и крестьянских и фермерских хозяйств. На один гектар где-то 40-50 тысяч рублей. Конечно, современная наука предлагает разные способы борьбы с опасным сорняком. И выбирает их, опираясь на созданные карты засоренности. Можно комплексно применять механический метод и химический метод. Химический метод – это обработка с гербицидами. Гербициды должны быть разрешены на территории Российской Федерации согласно строго регламенту и зашитных костюмах. Главная задача – не дать зацвести и образовать семена. Свой метод предлагает житель Канажского района Сергей Скворцов. Он считает, что засоренные площади надо выжигать. А чтобы вернуть земле плодородные свойства, участки надо заливать донными отложениями с водоемов. Он даже запатентовал для этих целей свое изобретение – устройство для чистки водоемов. Сидящий способ на данный момент – это огнем выжигать борщевик и заливать выжиганную землю донными отложениями. Очень хорошо было бы в водоохранных зонах. В водоохранных зонах вообще нельзя применять химикаты. Таким образом, автор патента надеется решить сразу две экологические проблемы – очистить территорию от вредного сорняка, а водоемы – от донных отложений. Для составления бизнес-плана он ищет команду единомышленников. Наталья Мальчикова, Николай Скворцов, Республика.